Этот шар как раз таки меня и расстроит, а нет, 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 нельзя, нельзя, не проходите, ни в коем случае, а Так давно в нашем мире вторглись самые злобные враги, которых только можно представить, конкретно это шарики И чтобы их остановить, нам потребуется своя собственная армия обезьян, поэтому сегодня будем играть в игрушку под названием Блунстаде, с вами как обычный кристалл, а мы начинаем! Я тут встретил планету грустных котиков, и котики сказали, что не грустят, потому что вы не ставите лайки и не подписывайтесь, поэтому если ты хочешь, чтобы котики не грустили, то успей поставить лайк за 3 секунды 3, 2, 1, поздравляю, котики больше не грустят, у тебя и респектус Но конкретно у нас есть вот такие вот персонажи, которых я могу себе закупать, самое главное взять себе самого первого героя, потому что у него наибольший урон, так что мне он наиболее интересен, понятное дело Поэтому поставлю куда-нибудь сюда, потому что вроде как он стреляет у нас по прямой, и запускаем нашу первую валу шариков, да, которые будут здесь у нас как раз таки потихонечку наращивать мощь, их будет стоить все больше и больше, и понятное дело, все они будут стоить опаснее и опаснее Для нас самое главное, чтобы они не прошли, если пройдут, то будет совсем трагедия Но благо у нас персонажи будут со временем прокачиваться, чем больше мы с вами пройдем, тем больше они будут получать уровней, тем больше всяких ништяков дополнительно мы с вами сможем получить Так, я думаю пока что куда расположить своих персонажей, пока что наверное сюда размещу одного, так, получать на единицу за каждый слое пробитых шаров, хорошо Меня больше пока интересует пробить как можно быстрее шары, чем, кстати говоря, если цвет шарика отличается, то значит в нем больше слоев становится, и его нужно будет прям пробивать более конкретно Так, а вот персонаж, который меня уже больше интересует, конкретно чувак, который будет замедлять всех остальных, поэтому ставим его сюда И он будет на 50% целую скорость сбрасывать нашим противникам, а то некоторые будут сверхскоростные, и понятное дело будут пробегать, стараться, но тут мы вроде как их не пропустим Но уже становится немножечко опасно и нервозно, скажем так, поэтому лучше пока что я буду все же добавлять побольше обезьянок Со временем они, конечно, качнутся, после этого будет немножечко нам проще, потому что прокачанная обезьяна может пробивать все больше и больше шариков И, ребята, не знаю, нравится вам игрушки Tower Defense жанра или не нравится, если захочется продолжение, давайте наберем как можно больше лайков Думаю, 4000 если наберем, то точно продолжу, если активно будете смотреть, то тоже продолжу Но лучше набрать 4000 лайков, чтобы я точно знал, что продолжение можно выпускать Если прям сегодня наберете, то сегодня же и выйдет Просто я Tower Defense игрушки давно не играл, не знаю, все еще нравится, они вам не нравятся, анч, по крайней мере, многие любили О, ей у нас новый уровень, четвертый подъехал, хорошо, и как раз таки можно будет разблокировать какую-то новую себе обезьяну Так, я даже не знаю, шпилькомет, пушку или же ледяную обезьяну Так, ну, давайте, наверное, всю шпилькомет возьмем, потому что он стреляет как раз таки во все стороны В принципе, его можно поставить, было бы вот так, но у него очень маленький радиус действия, что меня немножечко расстраивает Но думаю, что со временем его можно будет качнуть и он будет работать гораздо лучше Так, но стреляет, благо, сразу вообще во все стороны, и это 10 из 10 для нас Так, у меня еще возможность здесь прокачать клейметчика, но сколько потребуется денег на то, чтобы его улучшить? Так, клеевая пропитка у него Через все слои шаров прокрывает два шара за выстрел, вот хорошо И клею действует дольше Так, мне больше интересует конкретно, чтобы он поливал больше шариков Поэтому давайте сразу его качнем, он осталось же, внешний вид меняет и становится прям жестким после этого Так, во, как раз таки, вот это, вот это шикарно Сразу все шары просто у него замедляются, это 10 из 10 Потому что на 50% считайте сбросить скорость, это супер важно Так, и единственное, что нужно еще добавить, это я думаю, что добавить нужно еще какую-нибудь новую обезьянку Хотя можно, по идее, еще один шпилькомет сюда поставить В принципе, он неплохо себя показывает Если их тут будет два, то я думаю, что хуже от этого нам не станет Плюс быстрее прокачаются, я надеюсь, потому что если он прокачался, это было бы еще круче Кстати, у героя есть определенные способности, их можно будет время от времени использовать у нас Но требуется время на их зарядку И постоянно ими спамить, к сожалению, не получится Так, ладно, пока что... О, шпилькомет наконец-таки прокачался Так, дальнобойный у нас, получается, широкострел можно поставить, но скорострельность или 10 Так, но меня дальнобойность больше интересует, потому что у меня есть ощущение, что он не попадает иногда Так, вот, вот теперь у него больше шансов, как-никак, пронзить нужных мне противников Сразу с двух сторон, уж точно будут снаряды у нас долетать Так, а в дальнейшем, что у нас? У нас уже раунд 10 идет, всего надо 60 пройти, чтобы получить медальку, как-никак Поэтому будем работать и стараться эту медальку получить, как-никак Но в конце концов, там в самом конце уже будет совсем жестко, но ничего страшного, постараемся преодолеть В дальнейшем будем играть уже на хардкорной сложности, если там конкретно уже самые обычные миссии пройдем Потому что за каждую миссию нам должны будут давать определенные свои награды Что есть для нас важно, понятное дело Так, следим за тем, чтобы шары у нас не особо пробегали Пока что я просто деньги не трачу, боюсь, что в один момент может произойти такая волна, которая нас просто накроет И мы уже ничего сделать про нее не сможем Но пока что нормально, держимся, и у нас новая обезьяна появилась Давайте ледяную попробуем взять Она, кстати, самая дорогая, интересно Так, как бы ее поставить, я даже не знаю Можно, конечно, скомбинировать и здесь ее, например, воткнуть Но я думаю, что лучшее место будет для нее вот здесь Давайте попробуем так Конкретно надо посмотреть, что ледяная обезьяна у нас будет делать Вроде как она должна... Да, они все у нас замораживаются И их можно спокойно после этого пробивать Слушайте, ну крутая, считайте, что оглушает наши шарики И они не могут двигаться дальше Это очень даже хорошо Так, пожалуй, тогда добавлю еще одного вот сюда Ребята довольно-таки приятные, как-никак Так, сверхдальнобойные шпильки Ну, пускай будут Я, в принципе, не против О, как круто выглядит А, это лезвие стрел будет следующим у нас открыто Так, давайте дальнобойность еще раз качнем А, денег не хватает, ну ладно В принципе, в основном, наша основная задача Качать вот этого чувака Потому что он дальше всех достает Этого, в принципе, можно уже больше и не качать Единственное, что ему что-нибудь новенькое, может быть, открывать И это да Так, я смотрю, что у меня шарики некоторые начинают пролетать Поэтому нужно что-то у нас новенькое придумать Конкретно, чтобы придумать Давайте, наверное, шпилькометы сюда воткну Сразу его качнем Да, широкострельность потом Когда деньги появятся И после этого, в принципе, будет покрывать всю здесь зону Меня это устраивает вполне себе Ну и надо будет еще парочку оглушающих Замедляющих поставить нам чувачков Они тоже будут сильно помогать Так, это уже будет стрелять Восстанавливающиеся шары Милые шары в виде сердечек Восстанавливать ветеринные слои каждые пару секунд Уууу, вот это неприятно Так, ну, наши, благо, наши ребята справляются очень даже неплохо Так, вот все Теперь дальность идеальная Значит, можно приобретать и новых персонажей Я думаю, что надо сюда поставить еще одну оглушающую Дальше уже каких-нибудь более мощных Еще у меня нет бумеранговой конкретно обезьянки Она тоже неплохо пробивает Ее стоит поставить Только вот куда бы я лучше поставил Я даже не знаю Наверное, вот здесь Чтобы сразу покрывало и ту, и эту зону Как-никак Пускай стоит здесь Дополнительный урон нам, конечно же, не помешает Тем более, что у этой обезьяны урон очень даже неплохой должен быть Так, дальше у нас что идет Дальше надо, наверное, еще один климат поставить Я думаю, что здесь он даже неплохо зайдет Так, и запускаем следующий Она, кстати, ледяная обезьяна может прокачаться Блин, что-то про ледяные шары не прочитал Ой, про черные шары не прочитал Так, бомбометатели открыты Обычные обезьяны у нас вроде как все открыты Интересно будет дальше посмотреть Бомбометатель у нас самый дорогой из всех объектов получается Интересненько Так, хочу улучшение посмотреть, что у нас есть У нас есть улучшенная заморозка Атакует быстрее, замораживает на более дольшее время Шары движутся медленнее Величенный радиус заморозки Так, меня, наверное, интересует, чтобы он быстрее атаковал Поэтому давайте лучше это возьмем И два слоя шаров замораживает Сразу тоже приятно Поэтому возьмем себе этот апгрейд на него и накинем Ооо, как у нас выглядит, круто А в шапочке такой Так, давайте следующий Белые шары как черные, не вспринчим их холоду Блин, вот это печально Я только что только качнул ледяную Как раз таки специально для этого дела И тут такой мне поворот закидывают, да? Грустненько, грустненько Так, у нас клеймёт наконец-то качнулся Можно его ещё усилить И он будет шесть слоёв покрывать за один выстрел Это просто великолепно Так, ну 1800 стоит Нифига себе, человек, дорого-то Так, ну ладно Надо бы добавить ещё кого-нибудь Потому что я смотрю, что мы начинаем не справляться Значит, самых дешёвых сейчас поставлю Ещё для дополнительного урона, как-никак А потом можно будет добавить и оглушающих Ещё клеймётчика надо качнуть хотя бы вот этого Чтобы он уже точно покрывал сразу по два шарика В принципе, справляемся Но я уже начинаю замечать, что есть У нас начинают возникать некоторые проблемки Поэтому надо думать, что ещё можно добавить Давайте, наверное, пока что обычных обезьян добавляю А потом уже будут Так, камуфляжные Так, чё здесь у нас? Так, проблема Эти камуфляжные шарики Их как раз-таки не видят мои обезьяны Единственное, кто их видит Это у меня Квинси Потому что он уже достаточно прокачанный Но это, конечно, неприятно Что есть такие шарики, которые могут мимо меня пройти Так, два розовых шарика Не воспринимающие к любой энергии, огню и плазме Чё шарики-то такие хардкорные становятся? Особенная проблема у меня с, конечно же, этими Так, мне нужно, чтобы наши чуваки видели Конкретно в кого они будут шпулять А чтобы они видели, надо что качнуть? Зоркий глаз Вот этот вот апгрейд нам по-любому нужен По-любому его открываем А то это будет совсем трагедия Так, зоркий глаз 200 будет стоить Поэтому надо будет до него дойти На то может прийти такая волна Что мы просто не будем видеть врагов И это будет, конечно, мега фейл Просто трагедия мирового масштаба для меня Это будет, если такое случится О, у меня чувачок качнулся Герой теперь должен по две стрелы как-никак выстреливать Это, конечно, великолепно Так, камуфляжные шары Надеюсь, пока что не будут выходить Так, нет, смотри Здесь всякие разные абсолютно выходят шарики Неприятно, однако Но вот здесь хорошо, что мы оглушаем Седьмой уровень у нас открылся И теперь у нас военные обезьяны будут открываться Так, обезьяна-снайпер Может стрелять по шарам Надо посмотреть, какая обезьяна здесь наиболее интересная Так, ну самое интересное здесь пока что снайпер То, что он стреляет через всю карту Я, в принципе, могу его ставить вообще где угодно Мне даже вот здесь, например, его воткну Он уже должен работать Да, это круто Он не занимает места как раз-таки на площадке И пронзит всех персонажей, которые здесь есть Это очень хорошо для нас А поэтому этим будем пользоваться Надо бы еще, наверное, добавить одного Чтобы получше пошел процесс Такс Дальше у нас пока что Что мы можем сделать? Надо обезьяну, конечно же, качнуть Так, дальше у нас арбалет Способный проявлять три слоя шаров Хорошо Берем себе эту способность Так, и что у нас там дальше? По прокачке-то могу хоть одного качнуть До арбалета? Нет, пока не могу До арбалета И даже остальные апгрейды пока не могу Так, свинцованные Их нельзя поразить острыми предметами Попробуйте бомбы Да вы издеваетесь? У меня нет бомб в данный момент А, вот это жопа Я же не знал, что свинцовые шары пойдут Ну ладно Учтем на дальнейшем Как говорится Сейчас я денег не получу С этого вообще никак Как раз-таки, конечно, я мог себе Купить предмет Который бы позволил их сдержать Но не выйдет Не выйдет Ладно, проходите Че? 12 хп у меня осталось Поэтому нужно По-любому готовить что-то такое Что будет пробивать Металлические шары Поэтому копим деньги на бомбомет Иначе у нас бомбанет И в конце концов Меня просто возьмут и уложат Так, свинцовые у нас Где пробивать? Надо наиболее хорошее место Для них подобрать Чтобы прям дамажило хорошо Тэкс В принципе Вот здесь было бы неплохо Наверное, вот здесь я и воткну Здесь и замедло И станы есть И если что, мы с вами сможем Еще раз прокачать Нашу пушку потом О, как раз-таки я поставил И сейчас как раз-таки На нас поперли враги Которых я и Боюсь Просто капец Как-то они возьмут И пройдут просто спокойно И это будет жесть Для меня Так, снайпер еще качается Но я пока, наверное, накоплю денег Чтобы купить большее количество пушек А то если цинцовые шары Будут проходить То мне, конечно Будет совсем не сладко Прям вообще капец Как не сладко Так, новый у нас этот Мне понравился еще вот Обезьяна Ас Поэтому возьмем ее Она вроде как будет летать И бомбить мощными Снарядами Так, значит мы ставим сюда Чтобы в самом начале Шарики уже разбивались Сразу же Как только появляются Металлические Поэтому пушка будет Здесь стоять и здесь стоять Чтобы они уже потом летели У нас Как-никак освобождены Из этих свинцовых шаров Так, вопрос Что у нас там дальше есть Так, камуфляжных позволяет видеть Хорошо Вот это мы возьмем Этот апгрейд мне нужен Так, 300 бачей стоит Что так дорого-то, блин Так, ну ладно Возьмем хотя бы один-то должен быть Который будет пробивать Камуфляжных У меня, конечно Здесь стоят обезьянки Но они по всей карте Как-никак не стреляют Поэтому это их основной минус Так, пока что Вроде в принципе Неплохо держимся Мне хочется, конечно Пушку еще качнуть Что можно у пушки Перезарядка быстрее Стреляет бомбами Большего калибра Которая имеет Больший радиус действия И мощность Величивает дальность атаки Все апгрейды нравятся Наверное, возьму Больше радиус действия Потому что это реально Приятная тема Так, радиус поражения Ммм Тогда вот это мы, наверное, поставим Ух, какая пушкенция Здоровая стала Так, давай запускаем Пока Надо еще больше денег фармить У нас тем временем Тридцать третий раунд идет Вроде еще справляемся Но если я где-то Что-то пропущу То мне, конечно Конец Финнито просто Ля комедия будет Потому что у меня Не очень много-то ХПшки Двенадцать всего лишь Считайте, что Быстро отъеду Так, ну Пока Вроде пушки справляются И все остальные ребята Тоже держатся молодцом Это меня Очень даже радует Так, окей Следующий у нас открывается Вертолетчик Или же обезьяны с мортирой Я не знаю, кого лучше Давайте вертолетчика возьму Он тоже вроде как Должен неплохо обстреливать Но 1600 стоит Так Приближаются Камуфляжные шары Да, хорошо Я понял Так, вопрос Справляются ли мои ребята Давайте я бустану На всякий случай Моего героя Чтобы он получше пробивал А то я боюсь Что сейчас что-нибудь Может случиться такое Что я внезапно Не справлюсь С этим добром Так, у меня есть Вертолетная площадка Не совсем понимаю Как она должна работать Поэтому Даже не знаю Куда ее поставить Как таковую Это наверное Надо куда-то так Ставить Чтобы она Все же враги Чтобы входили в радиус Чтобы это работало Так, ну Там летаешь На самом-то деле Ты не туда воюешь Как говорится Давайте еще Ладно Сюда поставлю Вот этот самолет Посмотрим Как они будут работать Возможно Реально неплохо Будут бомбардировать Накрывать всех И так далее Так, нужно Снайпера было бы еще одного добавить Точнее не добавить А качнуть Чтобы он видел Камуфляжных у меня Так, вертолет Ну, по крайней мере Вот этот чувак справляется Он спамит этими снарядами И покрывает Вроде как всех остальных Так, дальше У меня возможность Прокачать ледяную обезьяну Появилась Суперхолодная Разомедляет Прилижающиеся к ней шары Так, качаем Тогда вечная мерзлота Качнуть Не качнуть Движется медленнее После оттаивания Или же увеличенный Радиус заморозки Ладно И то, и то качну В принципе Можно и так Можно в принципе Каждый из этих апгрейдов Закидывать Но Конкретно Да, ветка на 2 ограничивается Поэтому нужно следить Все же за этим Так, у меня еще Вот этот чувак не качнут И я думаю Что вот так Тогда его пойдем качать В эту ветку Они будут отличаться У меня хотя бы А то одинаковых Мне совсем не хочется Персонажей Так, у нас еще Прокачка снайперов есть Разбрасывая все стороны Острую шрапнель Это, конечно, круто Пробить 4 слоя Свинец и лед Может пробить Уууу Так, вот это мне нравится Хочу вот этот апгрейд Чтобы он пробивал Свинец и лед Как-никак Так, и вот этого Тоже качну В эту же ветку Все, давайте ускорение Пока поехало Пошло Так Тем временем У нас 37 раунд Немножко прогресс У нас замедлился Но Ничего страшного Так Самое главное Не проиграть А то и проиграю Буду совсем расстроен Тогда Но снайперов уже Не зря качну Так, давайте шрапнель Добавим Шрапнель добавим И дальше уже дорогие апгрейды Так, керамические Покрытые Чтобы их взорвать По ним нужно попасть Несколько раз Но у меня благо Несколько пушек стоит Поэтому я думаю Что они справятся у нас Если чувак может пробивать Все что угодно То наверное Тоже должно круто сработать Но Надо больше пушек Тогда будет Давайте большие бомбы Сюда еще закину Ускоренную перезарядку Или повышенную дальность Дядь Наверное ускоренную перезарядку Хочу чтобы прям молотила Жесткая она Так Ракеты Меняют бомбы на снаряды Которые встретят быстрее На более дальнее расстояние Шикарно вообще Так Давайте-то вот здесь Сделаем вот так вот И ракеты потом поставим Когда у нас будет 400 голды Так Там шарики начинают проходить Это конечно хреновенько Надо будет там тоже Что-нибудь добавить Но сначала давайте Ракетную установку поставлю Ракетами будем хреначить По ним Ракетами да Так Хорошо Справляемся Так Вопрос вот здесь наверное Я думал что поставить Еще одно персонажа Какого-нибудь Обезьяна с мортирой Запускай снаряд мортиры В любое указанное место Но вопрос Если я им сам должен управлять То это немножко неудобно Так Ладно Пока что запустим Все остальное Старт мне карты нравится Но нужно больше Всяких оглушений Клеев И больше надо пушек Как-никак Я так смотрю что Вот этого вот Нам определенно не хватает Эти ребята Очень даже будут помогать И стоп 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 Здесь может произойти Сейчас небольшая проблема Так Или же большая проблема Нет смотрите Выдержал пока что Следующий шар класса Моб Не говорите Что мы не предупреждали Так Короче говоря Здесь какая-то Жесть начинается Ладно Пока не буду Тратить деньги Будьте Шара Что у меня есть убойная Это вот эти вот товарищи Шар Хрен пробьешь Что вообще Так Давай Бусти Весь урон Все что у меня есть Давайте пробивайте его А то Сейчас этот шар Как раз таки Меня и Расстроит А нет А нет Нельзя Нельзя Не проходите Ни в коем случае А Черт Трагедия Продолжить за 200 бочей Можно А мне 200 бочей Нет Чтобы продолжить Ну хотя Нашел до 40 раунда При том что я в первый раз Играл И в принципе Это вполне себе Неплохо вышло И ребята Мне как раз таки Будет интересно Если вам нравятся ролики Такого формата И захочется продолжения То поддержите лайками Потому что Мне кажется Что игра интересная Залипательная Смотреть на нее Тоже любопытно И смотреть Как я выдерживаю В следующие разы Конечно буду сражаться Еще более жестко Я просто не знал Многих моментов Еще Но будем продолжать Обязательно Если лайки Вы поставите Давайте 4000 лайков Наберем Чтобы вообще Просто серия вышла Моментальная Я прям сегодня Могу и выпустить Также подписывайтесь На канал Если еще не подписались Сегодня у нас Кодовое слово Обезьяны Поэтому пишите Обезьяны Получите от меня Лайк как-никак А с вами был Кристалл Скоро с вами снова увидимся Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok